Всем доброе утро! Начинается у нас новый день. Я сейчас расскажу вам про своё прекрасное утро. Утро и правда у меня началось прекрасно. Артём сегодня отвёз детей в садик, в школу. Всех развёз. Сам поехал на тренировку, потом на работу. Я прекрасно выспалась. Утром помыла голову, приняла душ. Приготовила себе завтрак, позавтракала. Но, было одно но. Но, когда я мыла голову, я уже прекрасненько её намылила. Всё хорошо, всё замечательно. Тут, Настя, я понимаю, что шампунь как-то странно пахнет. Я мою голову разными шампунями. У меня их, по-моему, два или три. Я стараюсь их менять, чтобы волосы не привыкали. Короче, шампунь нужно, в общем, менять. Я меняю шампунь, и это нормально. И я намыливаю голову, понимаю, что шампунь не пахнет моим привычным шампунем. Одним из моих шампуней. Я их очень хорошо знаю на запах. Уже поворачиваю голову. И понимаю, что я намылила голову гелем для душа. У меня есть один маленький. Я вам сейчас, в принципе, их покажу. Опа! Вот у меня есть такой маленький шампунчик. Я его покупала в магазине. Органик Шоп называется. Такой черненький, в черном стиле магазин. Он не только в Саратове, он там, где есть. И я, значит, намыливаю, стою вот этим вот гелем для душа. Маленький флакончик вот так вот взяла просто и о чем-то думала. И намылила вот и фраше, Юля мне дарила, яблоко с чем-то. Гель для душа, пряное яблоко. Вот. Быстро все это смыла. Потом намылила. Быстро давай смывать другим шампунем. Два раза промыла после этого другим шампунем. Но вроде бы ничего так. Ничего страшного, критичного. Просто как такое могло произойти. Бывает что. И, кстати, ничего так. Волосы вроде чистые, промытые. Кстати, о волосах. Завтра я записана к Наташе, к своему мастеру в салон. У меня очень прилично отросли корни. Но единственный плюс в том, что Наташа красит меня в цвет. Ну, он примерно похож с моим цветом волос. Поэтому, когда они отрастают, не так критично видно. Если не приглядываться, не замечать, то, в общем-то, и ничего так. Я это, конечно же, все вижу прекрасно. И плюс ко всему я хожу на окрашивание. Даже не на окрашивание называется, а тонирование. И тонирование входит в саму эту мисочку с тонирующим средством. Входит еще состав, который оказывает, короче, витамины. Окрашивание с уходом, окрашивание с витаминами. Волосы тогда всегда гладкие после окрашивания. Красивые, объемные. Они даже объемнее, плотнее становятся. Я давно украсилась. Мне кажется, это было еще либо начало весны, либо конец зимы. Так давно это было. Поэтому завтра наконец-то я преображусь. Наверное, немного волосы тоже пострибаю. Они не очень длинные. Но все-таки кончики надо будет завтра подровнять. Сейчас выпрямлю волосы. Кто спрашивает про мой выпрямитель? Я уже, по-моему, показывала его. Это обычный Равента. Вот так, наверное, да? Покажу вам. Вот. Вот так он называется. Равента. Глам. Лис два в одном. И тут написано еще L. Можно температуру. Температуру выставлять максимум, по-моему, здесь 230. А минимальная, по-моему, 160 градусов. Занялась тут небольшой уборочкой на кухне. Знаете, что отмываем? Вот эту подставку для ножей. От того, что все стоит на кухне, капает жиль. Рядом все с плитой. Хотя, в принципе, до плиты еще расстояния достаточно много. Вот до плиты стоит. То есть вот еще, да? Но все равно. Вся заляпанная. У кого какие мысли, чем вот эти вот пятна можно отмыть? И при этом, так как это дерево, да? У меня вот сверху здесь все наляпано. Вот прям вот так же и очищается. Протерла. Слушайте, наверное, знаете, чем спиртовой салфеточкой протру сейчас? Я протерла ватным диском с растительным маслом. Ну вот прям слетает жир, конечно. Попробую спиртовой салфеткой еще протереть. Вот этими салфеточками спиртовыми шикарно оттираются стулья у нас. Стол белый. Стол, стулья, ножки стульев. Ножки стола. Сейчас попробуем вот так салфеточкой все это протереть. Ну, не могу сказать, что супер оттирается. Но салфетка становится чуть-чуть грязной. Спиртовые салфетки очень быстро высыхают. Им там очень надо быстро работать, потому что спирт улетучивается. Прям минуты полторы и все. Салфетка становится обычной. Ну, как бы лучше, чем было. Так, что еще? Вот тут протереть. Тут протереть. Тут уголочек. Это обычная разделочная доска и киевская. Я ее ставлю как подставку. Здесь какие-то ляпины. Ставлю сюда соль. Ну, лучше, чем было, да? Так. Так, вроде бы здесь все. А, нет, еще ножницы вот сюда. Следующее, что я сейчас буду мыть, это будет вытяжка. Она очень пыльная. Здесь магниты и здесь фотографии. Магниты, фотографии. Вот с Ульяновской у нас тут есть два магнитика. Гришуля и Кирюшка в аквапарке выбрали себе. С днём рождения Юли. Тут есть магнитик. И фотография Гриши на загрампаспорт. Посмотрите на этого серьезного мужчину. Вот такая фотка у Гриши на загрампаспорт. Мы сделали загрампаспорта, но ни разу никуда не летали, потому что в том году начался ковид. И, собственно, сейчас мы тоже никуда не планируем. Знаете как, вот перед тем, как закрыли Турцию, её закрыли недели три, да, две-три недели назад, мы как бы думали, может быть, посмотреть какие-то отели, может быть, там, начать планировать отпуск. Но я сейчас вот даже не представляю, как можно планировать отпуск за границей, когда просто есть все шансы, что у нас в любой момент, как оказывается, просто по щелчку могут и закрыть эту страну. Либо сделать такие условия, что ты должен приехать, и с какой-то там срок, неделя-две, ты должен быть в карантине. То есть жить в другой стороне, две недели с карантином, либо там тест надо сдавать до-после. Столько условий, ну, если, например, люди, у которых прям очень много денег, ну, понятие очень много денег для всех разное, ну, например, для меня, да, очень много денег, это, например, ты купил путевку в Турцию, в Египет, на семью, там больше 100 тысяч рублей, и ты не полетел, и для тебя это, в принципе, ну, не проблема. Вот это я считаю, как бы, да, люди, которые могут себе это позволить. Для нас, например, если ты копишь на поездку, да, например, в моей семье, да, копишь на поездку там, копишь весь год, и готов там на семью из четверых человек, как минимум, я думаю, меньше 100 тысяч, куда-то за границей это не будет, ну, не будет стоить. То есть на наш-то курорт, мы смотрели, там, выходит, ну, около 100 тысяч, примерно, там, 10 дней в таком отеле, где все включено. То есть ты 100 тысяч купил путевки, потратил, и ты не полетел. Мне было бы, например, очень обидно, и мы не готовы сейчас рискнуть своим отдыхом, да, либо покупать путевку по факту, если, например, мы уже вот хотим лететь отдыхать, и вот там неделя, две, три, да, и покупать. Открытые границы ты покупаешь и летишь, либо так, либо наше побережье, Черное море, в принципе, где мы всегда отдыхаем. Есть отели, мы смотрели отель, где же он называется, сейчас вспомню, сейчас вспомню. Блин. Архипова-Осиповка, Архипова-Осиповка, по-моему, так. Архипа-Осиповка, вот так. Смотрели там, но есть шанс, что к нашему отпуску, например, мы пока еще не решили, июнь это будет или июнь, что к этому времени все раскупят. В связи с событиями с Турцией могут случиться так, что там все раскупят, даже за 100 тысяч рублей, за 150 тысяч рублей. Все равно это могут все раскупить. Москва там и другие города, люди, которые могут себе позволить, да, в хороший отдых. Поэтому либо мы полетим за границу, но это уже будет по факту, прям покупаем путевку, улетим, да, скорее всего это будет дороже. Либо мы летим в какой-нибудь отель, ну, там, например, Сочи, Адлер, Черноморского побережья. Или третий вариант. Все как всегда, мы едем, снимаем квартиру, ходим на море и гуляем по городу. Мне, конечно же, хотелось бы куда-то поехать, где уже завтрак, обед и ужин. Не надо думать, где покормить детей и так далее, чем их развлекать и так далее. Конечно же, я прям очень хотела бы отдохнуть. Там, где все включено, там, где детки будут чем-то заняты, игровая детская комната и детский бассейн, и все это там... В общем, программа полностью расписана весь день. Я бы очень хотела такой отдых. Но мне все равно непонятно, почему этот отдых в России, вот такого уровня, да, где все включено, в России на Черноморском побережье дороже, чем в Турции. Ну, почему? Мне непонятно. И еще такой момент. Зная, что Турцию закрывают, я слышала, что путевки в Сочи, путевки на Черное море подорожали на 20-30%. Вместо того, чтобы, наоборот, как бы, ребят, приезжайте к нам туда, не приезжайте к нам, люди, они, наоборот, поднимают цены. Это вообще норма? Это как вообще? И, кстати, в том году мы уже ездили в Новороссийск, и мы хотели вот прям... Мы едем и в дороге снимаем квартиру. И все варианты, которые у нас были в прошлые года, хозяйки говорят, у нас все занято. В том году все Черноморское побережье, квартиры практически все заняты. Уже все под съем занято. Даже этот вариант супер популярный. Прикиньте. Ну, тот год был вообще отдельным, да, отдельной историей. Вот. Так что с отдыхом пока вопрос открыт. Если у вас уже какие-то планы есть, пишите, куда вы едете в этом году, летом отдыхать. Может быть, какие-то отели есть на Черноморском побережье, где вы были, что вы советуете. Поделитесь в комментариях. Я думаю, будет не только мне это интересно почитать, но и многим, кто планирует отдыхать в этом году в России и рассматривает отдых именно где-то вот в отелях на нашем море. Может быть, Крым, может быть, Адлер, Сочи и так далее. Делитесь, пишите, где вы были, где вам понравилось. Где не понравилось, тоже пишите, чтобы мы этот вариант точно не рассматривали. Вытяжка, конечно, очень грязная. Помыла я ее. И вот хочу вам показать, видно будет, нет, сколько пылища еще вот тут. Ее прям вот. Ой, видно. Ну, она, кстати, хорошо... Не, достой, на стулчик взять. Хорошо удаляется. Прям тряпочкой все шикарно отмылось. О, как новенькая. Надо убрать, кстати, оттуда вот эти пазлы. Они там вообще весь вид портят. И нарды. Тоже надо оттуда убрать. У меня теперь такой выбор ароматов. Так, что сегодня? Сегодня я выберу... Думаю, что мне... Флер наркотик нанести или Ангела Демон? Я, наверное, нанесу Ангела Демон, Живанши. Добрызгую. Там осталось уже прям у меня чуть-чуть. Кто спрашивал, как долго держатся ароматы, которые я заказывала в Пиди Пари? Вот если наношу на одежду, на одежду держатся очень долго. Я достала недавно свой свитшот. Недели две назад я в нем ходила. Нет! Я в нем ходила месяц назад на... в марте. И прикиньте, он до сих пор пахнет ароматом Гуччи Раш. Вот. Очень стойкие. Но я по привычке еще с работы. Я люблю наносить ароматы, так что прям... Чтобы его было слышно, так скажем. Вот. Сегодня будет Живанши. Это, кстати, единственный аромат, который мне нравится из Живанши. Это Ангела Демон, Лёв Секрет. Остальные ароматы Живанши вообще мне не нравятся. Там здесь, особенно в Эре и Резистабл, у них во всей серии есть розы. Вот эту розу в чистом виде это вообще не моя нота. Артем, кстати, сегодня уехал на тренировку на машине и уехал в машине на работу, поэтому я сейчас буду до него добираться, чтобы забрать машину. Наверное, я поеду на троллейбусе. У нас как нормальные троллейбусы, и там вот днем вообще всегда много места. Сто лет, кстати, на нем ездила. У меня, кстати, с собой в контейнере еда. Это не салат, а просто порезанные огурчики, дольками, помидоры и сверху болгарский перец. Голодный, когда сидишь на питании, нельзя быть голодной, надо перекусывать. Вот у меня все с собой. Так, я уже забрала машину, сейчас хочу съездить в кафе в одно и узнать, свободно ли там 30 мая. У нас 30 мая у Кирилла день рождения, и в этой кафешечке очень мне понравилось, когда мы там были с Артемом, хочу узнать. Там бесплатная аренда, ну, только еду там в кафе заказываем. Так, место есть, свободные места на парковке, я не вижу, где написано должно быть. Поплата парковки производится внутри торгового комплекса. Что-то написано. Не знаю, 50 рублей, по-моему, здесь стоит час, ну, или полчаса, или час. Мы должны успеть за это время. А если здесь купить перекрестки продуктов, по-моему, рублей на 400, или на 500, то парковка бесплатна, полтора часа. Надо будет, кстати, мне во вкус вилла зайти на обратном пути рядышком. Так, ну что, кафе оказалось свободно, это отличная новость. Кстати, я еще посмотрела 9 июля, тоже свободно, пока. 9 июля, это пятница, у Гриши день рождения. Хорошая кафешка, если нам все понравится, то мы можем быть и Гриши день рождения, то, что мы отметим. 30 мая, это воскресенье. У нас стал вопрос по времени, во сколько же провести день рождения. я думала сначала, что вечером, но это 30 число, это будет воскресенье, и в принципе, это выходной день, да, выходной день, я думаю, можно и днем. Да? Ну да. Можно и днем, с оружием все свободные, все дома, и если какие-то последние звонки, они же не воскресенье, они же обычно в будние дни, разве нет? 30 мая, по-моему, выпускные, в садиках, там и так далее, мне кажется, они в будни. Или нет? В общем, в этом кафе можно свой торт, свои напитки, полностью. У них, соответственно, мы закажем покушать. Вот. Можно было бы провести день рождения Кирилла на улице, но вот на улице есть такой момент, что может пойти дождь. Не один раз уже было такое, что 30 мая мы были в кафе, на улице шел ливень. Тут вот, либо если на улице проводить, должна быть кафешка с закрытой крышей, иначе все пропало. Заходила я все-таки в магазин Вкус Вилл. Покажу вам, наверное, сейчас что ли, льдом показать, что купила. Давайте покажу сейчас. Так вот, морская капуста, хрустящая, классическая, очень нравится Кирюше. Так, с кунжутным маслом. Я купила две упаковочки, вот такие. сгущенка, сгущенка, хороший состав, молоко, обезжиренное, цельное, сахар, сахароза, лактоза. Все, попробуем. Вкусное молочко, нет? Потом вам расскажу. Кстати, да, у них вот свой знак, свой значок, прямо называется вкус Вилл, бренд. Хлебные, хлебцы, кукурузные. Такие в прошлый раз брали. По-моему, они из рисовой муки, тоже хороший состав. Сосиски взяла разные, попробовать. В другие в прошлый раз брала. Сосиски сказка, вкус Вилл для детей. Смотрите, какой состав. Говядина, мясо индейки, вода, соль, пищевая добавка, глюкоза, экстракт натуральных пряностей, мускатный орех, перец душистый. Все. И такой у них вид, как у настоящих. И вторые сосиски взяла. Изделие колбасные, вареные, из мяса птицы. Сосиски суперсила, с высоким содержанием белка. На первом месте филе грудки куриный, филе бедра куриное, вода, соль, молоко, обезжиренный, экстракт мускатного ореха. Тоже все. А вот, вот так они называются. Сосиски суперсила. 50 калорий в одной сосиске. Дальше взяла хлебушек. У него, кстати, срок годности не очень длинный. Цельнозерновой, его только можно на завтрак, например, с чем-то с бутербродиком. Сколько семян здесь. Что еще? Надо убрать в морозилку срочно. Пельмени, сибирские трио. теста и начинка лопатка говяжья, лопатка свиная, окорок бараний, лук, соль и специи. Дальше. Еще взяла два сока вот таких. Сок яблока прямого отжима. Тоже вкус вилл. И отбеливатель. Стоит 100, по-моему, 50 или 130 рублей. Пятновыводитель. Что у меня проблема? Не отстирываются некоторые вещи. Хочу попробовать вот таким пятновыводителем. Потом обязательно вам отзыв оставлю. За все это я заплатила 1400 рублей. Мы с Гришулей решили немножко покататься на самокате. Покажи, как у тебя получается. У тебя получается. Давай. Как ты ножку делаешь? Давай. Покажи мастер-класс ногой своей. Блин, ветер вообще капец холодный. Стой. Дай тебе. Оп. Вау, вау, как быстро. О, ногу-ногу поднимай. Регулировщик стоит. Стоит на изжоге. Артем говорит, там, наверное, едет кортедж. 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 Стоят, ждут. С пистолетами прям, смотри, че. Да не ешь. Вкусный бананчик. Артем утром купил банан. Он, когда на тренировку ходит, покупает для перекуса. И в машине лежали. И Кирюша у нас перекусил, и Гриша. И что, так не тряси, он выпадет у тебя. Приятного аппетита. Не только я несу сумки, еще Артем несет. И Гриша несет. Положила, кстати, пельмешки в термопакет. Он пригодился. Уже вот один раз. Надеюсь, они не растают. Поднимай выше пакет, и Гриша, поднимай. Вот, отлично, давай. Мы еще были в Магните. Купили лист салата. Блин, такой хорошенький, свеженький, большой. У нас мука закончилась. А скоро печь куличи пасхальные. Взяла 2 килограмма максу. 70 рублей, по-моему, там с чем-то. И, кстати, в Магните нашла вот такие вакуумные пакетики. Здесь сливы сушеные. Ну, или чернослив по-другому. Без косточки. И манго сушеная. Одно стоит 90 с чем-то рублей. Из них второе, по-моему, 70 рублей. Там скидка была 60%. Премиум куличи. Премиум качество. Здесь в составе... Та-та-та, не вижу состав. А, сливы сушеные без косточки. Масло растительное. Консервант Е202, оказывается. Еще тут есть. А здесь манго сушеная. Сахар. Консервант диоксид серы. Краситель желтый. Солнечный закат. Что-то я про красители не прочитала. Молодец. Ну, в общем, вот такие вот вкусняшки. Мы сегодня будем пробовать пельмени из вкусвила. Здесь сибирские свинины, говядина и баранина. А это пельмени из... Как? Ермолина. У нас сегодня это... Челлендж. Чьи пельмени вкуснее? Только эти маленькие. Сейчас салатик еще порежу. Мы решили попробовать. Затестить. Эти мы знаем. Самые вкусные, которые мы берем для нас, это ермолина. Пельмени называются, по-моему, элитные с говядиной. 380 рублей, по-моему, килограмм стоит. Вот. А эти 400 грамм. Что-то тоже рублей 200 с чем-то под 300. Ну, здесь 400 грамм. А там за килограмм цена. Текаешь, подороже. Ну, вкусвилл все подороже. Но зато они гарантируют свое качество. И еще на каждой пачке во вкусвилл написано, если вам не понравилось, мы вернем вам деньги без чека. Интересно, кто-нибудь реально возвращал так товар. Мне не понравилось мороженое. Или мне не понравилось пельмени. Или там что-нибудь мне не понравилось. Вот. Вот я вам возвращаю. Верните мне деньги. Вот вам товар. Мне не доело. Полпачки пельменей, например. Так, дальше пробуем хлеб из вкусвилла. Собралась я его порезать. А он оказывается... Ну, продается вот таким кусочком. А он оказывается, видите, уже порезан кусочками. Очень удобно, классно. Семечки. Очень много семян. Он без дрожжей. Классный. Мальчишки заценили. Говорят, вкусно. Маленькие пельмешки. Что-то я смотрю, все вместо Ермольной едят вкусвилл пельмешки. Вкусный, Гринь? Любимая еда. Пельмешки. Смотрим, кто там. Буба там. Буба. Ты сюда вот положи шоколад свой. Ты можешь не положить? Давай сюда в стаканчик положи. Давай посмотрим скорее, кто же там. Гриш, мы потом съедим шоколад. Ты потом съешь шоколад. Давай, открывай, кто там, мне интересно, попался. Уже видно, кто там? Мышка. Смотрите, как... Мышка. Феросол. Смотрите. Ну нажимай на капсулу, вот так. Давай, давай, давай. Даже я не могу отказать, подожди. На третье. Завязалась. Все, давай. У тебя есть точка. Вот, это мышка попала. Ну, покажи. Такой мышка в шоколаде. Мышка в шоколаде. Вот, кто попался. Это персонаж. Мышка. Это губа. Это умная мышка. Умная мышка. Какая там картинка про нее? Картинка про мульки. Покажи. Кто-то, какие еще персонажи могут попасть? Есть? Слышь, что? Так. Нет. Стоп. О, вот, смотри, кто. Можно я покажу? Стой. Тут есть три губы. Губа с сыром. Нет, это губка. Нет, переверни другую сторону. Еще раз. Вот сюда. Вот, смотри. У нас вот такая мышка. А еще есть другая мышка и три губы. После какого? А это. Смотрите. Угу. А это, папа. Продолжение следует...